Итак, ну что, наш мастер-класс по фотошопингу продолжается. Естественно, он будет в моем исполнении. Сегодня мы, в общем, будем смотреть, как задается такая вещь, которая называется обтравочная маска. Ну, я ее вообще называю по привычке ебатравочная маска. Мне так как-то лучше запоминается. И вам, думаю, так будет легче запомнить. Ну, мы, насколько вы знаете, продолжаем изучать фотошоп от простого к сложному. Последнее время мы тут все со слоями долбились. Изучали слои в фотошопе. Ну, в общем-то, мы в этом уроке тоже немножечко затронем эту тему слоев. Так как эта ебатравочная маска относится именно к слоям. Ну, так вот. Есть, короче, ну, представьте, да, работаем там мы с картинкой с какой-нибудь. Ну, например, это вот такая вот картиночка. Абсолютно все, что угодно может быть там в вашем случае. И, допустим, нам нужно переместить на эту картинку какой-нибудь объект. Ну, естественно, он будет на новом слое. За этот объект я взял вот такой вот значок. Это, в общем, логотип моего блога, над которым я уже, наверное, года два ни черта не работал. Ну, короче, ладно. Вот мы хотим, например, поменять цвет этому логотипу. Ну, короче, объекту, да, на новом слое. Мы хотим поменять ему цвет. Так вот, давайте менять цвет. Вы знаете, как это делать уже. Я показывал вам. Создаем просто корректирующий слой. Цветовой тон, насыщенность. Ну, это самый лучший такой способ. Один из самых лучших для того, чтобы поменять цвет. Здесь выбираем синие оттенки. Вот, синие. Ну, для того, чтобы это самое, как бы подробнее этой программе задать этот цвет. Вот, вот сюда нажимаем на пипетку с плюсиком. И вот здесь вот щелкаем. Вот так вот. Вот. И теперь он уже конкретно знает, что именно нужно поменять. И начинаем, в общем, вводить вот эту вот фигню. Вправо или влево. Там, не знаю, смотря какой цвет нужен. Ну, допустим, вот так. Вот нам надо поменять цвет. Но смотрите, какая хрень происходит, совершенно ненужная для нас. У нас вся, вся фотография и фоновый слой тоже меняет цвет. Ну, это вы уже, короче, знаете все. Давайте закроем эту хрень. Вот. Как это исправить? Опять же, все аналогичным образом. Насколько мы знаем, вот в данный момент, для этого нужно просто перейти вот на маску. Здесь выбрать черный цвет. И вот это дело, можно все исправить. Но до каких пор это нам все это исправлять? Смотрите, это придется вот всю фотографию вот так вот размалевывать. Нормальный вид, так сказать, превращать. А здесь так вот аккуратненько вот так вот все обводить, чтобы вот этот вот значок не заделся. Смотрите, если я его задел, все пропало. Вообще, зря работали получается. Для вот этого случая в фотошопе есть совершенно нами еще не изученный инструмент, который называется ебатравочная маска. Она нам поможет в данном случае очень хорошо. Давайте вот через историю все это назад вернем. Так, назад вернем. Вот так вот. Вот, смотрите. Для того, чтобы создать эту ебатравочную маску, достаточно нажать на клавишу Alt. И вот на этот верхний слой, вот цветовой тон, насыщенность, нужно кликнуть. Вот видите, значок мышки такой появляется. Вот. И вот я кликаю левой кнопкой мыши. Вот так вот херак. Получается вот такая вот фигня. Стрелочка вот эта вот. Видите, стрелочку? Она показывает на ниже лежащий слой. Это означает то, что эта ебатравочная маска будет влиять только вот на слой 1. Вот на этот вот, на этот значок он будет влиять. Ну, также можно его создать другим способом. Просто вот так вот кликнуть правой кнопкой мыши. И вот здесь вот есть такая вот подменюшка. Создать ебатравочную маску. Все, мы ее создали. И смотрите теперь, как все хорошо получается. Мы можем менять цвет. Вот так вот, совершенно спокойно. И у нас ничего не затрагивается, кроме этого слоя. Вот. Мы можем спокойненько менять цвет. И все. И для этого не нужен никакой геморрой с этими масками. Ничего не надо тут выделять. Все очень прекрасно получается. Теперь еще покажу один момент с этими масками. То есть, с этими ебатравочными. Короче, сами знаете, да? Давайте покажу еще вам один момент. Для этого создадим новый слой. То есть, новый проект. Создать. Ну, ширина 800, высота 625. Не важно, в общем. Все. И теперь напишем какой-нибудь текст. Абсолютно там без разницы, каким шрифтом он у нас будет, каким размером. Ну, размер можно сделать побольше. Вот. Давайте я что-нибудь напишу. Ну, например. Вот так вот. Вот такой вот текст у нас будет. И сейчас мы придадим этому тексту очень хороший эффект. Ну, фон можно поменять ему цвет. Обычный белый цвет. Давайте изменим. Вот на такой вот, к примеру. Ну, чтобы было так более... Более так поприятнее смотрелось. Вот. Теперь сейчас мы откроем какую-нибудь... Такую картиночку. То есть, да? Переместим ее на этот... Вот сюда вот, в общем, переместим на этот проект с этим текстом. Это мы закроем. И сейчас мы сделаем так, чтобы эта картинка была внутри этого текста. То есть, получился очень такой хороший эффект. Можно задавать текстам такой вот эффект. Но здесь нужно, чтобы вот эта вот картинка была выше этого текста. Вот мы переместим ее вот так вот. И все. И создадим ебатравочную маску. Создадим вот так вот. Раз. Теперь видите, какой у нас получился эффект. Вот такой вот простой текст из обычного красного цвета у нас превратился. Вот такой вот космический эффект, так сказать. Да, космическая тема. То есть, внутри этих букв просвечивается космос. Да? Вообще супер заебись, блядь. Прекращаем на сегодняшний день заниматься этим фотошопингом. До следующих уроков, блядь. Давайте нахуй изучаем фотошоп все вместе, дружно нахуй. Все, до свидания.